Добрый день, меня зовут Джимакин Дмитрий, я тренер по бразильскому джиу-джитсу команды Top Gun Джиу-джитсу School. Мы на канале Открытый, программа Hello Body. Джиу-джитсу являет собой соревновательный вид спорта, который представляет собой партерную борьбу. 95% времени мы проводим на ковре и сегодня я вам покажу некоторые элементы, связанные с подготовкой к основным техническим действиям и направленным на контроль баланса нашего тела. Эту программу короткую можно будет рассматривать в виде домашней разминки, зарядки утренней или любой другой подготовки перед тренировочным процессом. Я покажу некоторые элементы, которые будут и силовые, и направленные на развитие баланса в том числе. Они достаточно будут прогрессивные, продвинутые, поэтому смотрите внимательно, повторяйте, пробуйте, раз за разом ваша техника в случае будет улучшаться. Итак, начнем с первой позиции для того, чтобы понять вообще, как наше тело чувствует себя в пространстве, когда мы перестаем выполнять базовые жизненные функции, то есть не просто сидим на ковре. Итак, начнем. Первая позиция. Садимся, сидим на ковре, упираемся руками за собой в ковер и приподнимаем свой корпус над зимой. Мы перешли из статического положения уже в более подвижное. Наша задача сейчас научить свое тело балансировать на двух диагональных точках опоры. Что мы делаем? Мы выбираем опорную ногу и опорную руку. Вторые две точки опоры мы поднимаем в воздух. Таким образом остаемся стоять только на одной руке и на одной ноге. После чего меняем. Вот первое базовое упражнение, которое мы выполняем для того, чтобы научить свое тело быть в балансе. Я могу в этом положении двигаться в любом направлении. Сюда перемещаться, как мне нравится. Выполняем упражнение 30-40 секунд для того, чтобы понять, почувствовать, как мы двигаемся. И переходим сразу к следующему упражнению, когда мы точно так же берем опорную ногу и опорную руку, а свободная нога. Но нога у нас убирается под себя. Мы ее втягиваем под себя и переворачиваемся вот в такую позицию. Мы эту позицию называем высокий партер. Колени не касаются ковра. Я продолжаю стоять на руках и ногах. Здесь я точно так же могу приподнимать диагонально руку и ногу и возвращаться потом в позицию обратную. То же самое делаю и в обратную сторону. Выглядит все упражнение очень просто. Перевернулись, перевернулись. Сюда, сюда. И точно так же по 5 повторений в каждую сторону. То есть мы должны сделать полных кругов влево и 5 полных кругов вправо. Следующее упражнение будет немножко сложнее. Здесь мы садимся, вытягиваем ноги вперед, упираемся на одну руку. Наша задача пересадить свое тело к ногам. Я оттолкнулся и пересел. Вот я в этой позиции. И то же самое делаю в обратную сторону. После чего разворачиваюсь и делаю то же самое другой рукой. И отталкиваюсь. Можно начинать эту позицию делать из собранного положения. Вбрасываю ноги, подсаживаюсь. Отсаживаюсь, подбираю ноги. Меняю позицию. Делаю то же самое в другую сторону. Развернулся. Повторил. Дальше продолжаем усложнять. Дальше мы выбираем свободную ногу. И на эту свободную ногу начинаем накручиваться. Меняю свою свободную ногу в другую сторону. После чего после смены позиции делаем то же самое в эту сторону. Поворачиваемся и на нее садимся. Элемент достаточно несложный, но тем не менее требует координации движения и выполнения его в балансе. Следующий элемент, называемый высид, делается из позиции высокого партера. Наша задача опереться на две руки, приподняться на ногах и сделать высид в сторону, развернувшись грудью по направлению туда, куда мы выставляем ногу. И возвращаемся в обратную позицию. После чего делаем такой же высид на другую сторону. Вот у нас должно быть 105-6 повторений на каждую сторону. Стараемся не садиться, стараемся оставаться в воздухе для того, чтобы опять-таки держать баланс. И повторяем этот элемент несколько раз. Все эти элементы между собой можно компоновать. То есть не обязательно выполнять их друг за другом поочередно, их можно компоновать между собой. Сделать один, второй, третий элемент и так далее, чтобы наша тренировка и наша разминка были более динамичными, не такими скучными. Мы очень часто находимся в позиции контроля нашего оппонента во время борьбы. Я напоминаю, что мы в джиу-джицу занимаемся основной партерной борьбой на ковре. Наша задача всегда контролировать все оппонента, но так как наш оппонент не будет просто спокойно лежать, он всегда будет защищаться и он всегда будет двигаться. Поэтому наша задача, очень важно держать баланс тела. То, что мы делаем всегда. Наша задача уметь балансировать всем возможным образом то, что я и говорил. Когда мы можем менять позицию тела в том направлении, в котором нам нужно. Это смена позиции стоя на колено и изменение позиции относительно нашего воображаемого оппонента. Когда я сижу ногами к нему, когда я могу садиться ногами от него, тогда я могу забирать ноги от себя. И вот, что мы сейчас поделаем. Это называется technical stand-up, техническое вставание. Не сложный элемент, но опять-таки требующий координации наших движений. У нас есть опорная нога и опорная рука. Позиция достаточно стандартная для бразильского джиу-джити. Называется seat of guard. Позиция защиты. Я в ней защищаюсь. И эта позиция позволяет мне достаточно быстро маневрировать и в том числе и вставать. Но так как наш оппонент зачастую находится очень близко к нам и возможности встать вперед у нас нет, мы встаем назад от себя. Итак, опорная нога, опорная рука. Я приподнимаю свой корпус над землей и втягиваю под себя свободную ногу. Выставляю ее далеко назад. После чего приподнимаюсь и подтягиваю переднюю ногу. Возвращаюсь, сажусь опять в эту же позицию. Другая опорная нога, другая свободная нога. Встал, протянул ногу к себе, опустился, сел в удобную для себя позу, встал, встал, встал. И вот повторяем, повторяем. Стараемся ногу отставлять максимально далеко. Позиция будет не очень удобная, не очень устойчивая, она очень короткая и мы в ней никогда долго не задерживаемся. Таких повторений делаем по 5 на каждую сторону. Позволяет нам хорошо разработать и баланс, и разогреться для дальнейших упражнений. Пресс. Все, что мы можем делать в любом положении тела. Ноги согнутые, ноги прямые. Можем делать подъем корпуса, можем делать скручивания, можем делать боковые скручивания, можем делать книжечки. В общем, все возможные скручивания корпуса, которые вы знаете, выполняете. Лишними точно не будут. Джиу-джитсу, как и большинство других видов спорта, достаточно динамичное и достаточно силовое в том или ином его проявлении. Но при этом джиу является достаточно адаптированным видом спорта под любую физическую подготовку, любой возраст, любой пол. У нас занимаются и мальчики, и девочки, и взрослые мужчины, и женщины. И джиу-джитсу доступны для всех. Поэтому все элементы, которые мы выполняем, они доступны для каждого. И можно их выполнять где угодно. Дома, в офисе, на природе, на пляже. Там, где вам захотелось или там, где вам более удобно. С вами была программа Hello Body. Жмакин Дмитрий, тренер бразильского джиу-джитсу команды Top Gun джиу-джитсу школ. Тренируйтесь на природе, тренируйтесь в залах, тренируйтесь везде, где можно. Занимайтесь спортом сами, приводите близких, детей, друзей. Всех приобщаем к этому прекрасному виду спорта, как джиу-джитсу. А с вами до новых встреч. Пока!